Валентин Макозюб, уроженец поселка Кожевский Перелюбского района. Здесь родился, вырос и даже застал расцвет местного хозяйства. Сейчас занимается фермерством и вот уже много лет тщетно пытается защитить себя и семью от нападок. История с долгом началась в начале 2017-го, тогда, как утверждает фермер, его и вынудили подписать злосчастный договор займа, который перевернул спокойную жизнь. Столько угроз было, говорит, все, больше тебя трогать не будем. Плати нам 200 тысяч, а мне деваться некуда, уже зажали, куда-некуда. Что же, машины бьют, жене угрожают, все угрожают, посел, сожгу, все. А куда деваться? Проходите, говорю, пишу, отказ, отказ, отказ. Раз полиция не помогает мне этому, а куда деваться? А мне жить охотно, семью надо растить. Откуда миллион? А он округлил, говорит, за моральный материальный ущерб теперь миллион должен, все. Вопреки ожиданиям спокойной жизни у Валентина Александровича не получилось. Я проезжаю уже Давыдовку, гляжу за меня, черные, сзади номера замазаны, десятка преследуют на меня. Я набираю скорость, при этом начинает меня обгонять, километра, наверное, 6 или 7, отпустили от Давыдовки меня. Обгоняет меня и высовывает с правой стороны, открывает окно сбитое. У него капюшон отворачивается вот так назад, и я-то увижу, что это Шабанов. И он размахивается, бьет мне в лобовое стекло ударом, бьет зеркало левое у меня на машине. Ну а мне что, гляжу их там в машине, трое их видать же, что водитель, он еще сзади сидит. Они меня просто, меня там ударят биты, прибьют. Я начинаю до 40, гляжу встречные, они опять от меня встали. И так длилось около 30 километров, вот это вот движение. Я уже начал чувствовать, что мне стану, я не могу оторваться. Я звоню замначальника Пугаев-Пирюлю, в полицию. Они мне говорят, мы все, говорят, этим, в Клевинском, Лыжня-Рудченко, в конце месяца февраля это было. Говорят, мы сейчас выйдет экипаж, у вас на встречу. И я сколько мог, это ехал. Они опять обогнали меня, подрезали. Я черкашом, десятку зацепил ихнюю левую сторону, врезался очень в большое такое дерево, которое вот так у меня впередок весь на шестерке туда, радиатор ушел в мотор туда весь. Я быстрее выскочил с машины, они бегут, кричат, сбитыми сам шабан, подбегает. А что там вот так вот, снегу вот, я через леспосадку вот так, рубеж, этот вот, Артем возглавляет рубеж крестьянского фермерского хозяйства, его поля. И вот так уже бежать. Они боялись вот так вот, я вот по снегу через посадку перелез, уже и телефон свой потерял где-то в снегу. Ну, жить-то охота всем. И прям только вот они, номера были замазаны, десятки. И только вот они отъехали, вот, минуты три или пять, я быстрее КамАЗ поймал, вытаскивать, чтобы машину свою вытащить. Ну, тросы рвется, все рвется, она, ну, сугроб залетела на бордюре, а там жесткая, это снег, ну, как лед. Только отъехал, и органы полиции подъехали. Буквально минуты три-пять не успели. Они план перехвата сделали, ну, ничего, они чуть не добились. После этого было на ДО, НЕКС, нападение. Мне вот такое вот, когда с ножом напали, я от них выбежал, тапочки у них упало, они меня прыгнули сверху, завалили, вот так вот мне поставили сюда, я так вот в забор упал, вот сюда вот нож, вот сюда вот нож обал. Я, говорит, это, говорит, я зарежу, а тут его мать вышла. Я говорю, Титгаль, скажите, ну, сейчас же мне проткнет мне артерию сонную, я истеку просто кровью. А на ноль в движении стояла, мать. Я все это включено, у меня был телефон у меня в кармане, все это записал. И все, органы правоохранительные сдал документы. Нет состава преступления опять. Отказной материал. Должны меня что ли убить? Потом уже не надо уже заявление писать некому, если меня убьют просто. Несмотря на неоднократное обращение в полицию и прокуратуру, добиться справедливости Валентин Макозюк не может. Впрочем, однажды в Пугачев приезжал один из подчиненных облпрокурора Сергея Филипенко. Он меня вызвал, мы там беседовали, я приехал в обед и до вечера беседовали. С Кривошейным? С Кривошейным в кабинете у Логвина. Логвина они проводили погулять куда-то. А о чем он вас спрашивал? Ну, спрашивал, как Логвинов ко мне относится, что, как вы писали, сколько раз там ходили, в общем, что об Логвине говорить, где вы слыхали, что у них коррупция процветает, взятки. Я говорю, да и кругом, говорит, в магазин зайдите. Он даже подтвердил, Шабанов сам все рассказывает, что у него все схвачено. Он решает эти вопросы. Я прихожу к Логвину, Шабанов уже через сутки все знает, что что я разговаривал с Логвином. Ну, как это так может быть? Как-то они встречаются, разговаривают, решают вопросы. С ним или Ильин, который участвует в этом, у них замешанный Ильин, кругом у них фигурирует. Адвокат. Да. Он у них выполняет функции решалы. Обещания старшего помощника облпрокурора оказались пустыми словами. Сейчас Дмитрий Кривошеев даже не отвечает на звонки фермера. Не берет он трубки. А нет, не отвечает. Не отвечает. Вот это всегда у него. Что я сделаю? Видите как? Еще один фигурант этой истории адвокат Александр Ильин. В январе 19-го он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда защитник был задержан в Пугачеве сотрудниками регионального УФСБ. Против юриста возбуждали уголовное дело. На кадрах оперативной съемки Александр Ильин встречается с одним из своих клиентов. По версии следователей, он обещал мужчине условный срок в обмен на взятку. В ходе зафиксированной на видео беседы адвокат рассказал и о своем общении с пугачевскими прокурорами. Какая поддержка? Прокурор пьет, зам в командировке. С кем разговаривать? Александр Владимирович. Вот я тебе объяснил. Я приезжал сюда, все, переговорили. То есть прокурор, да, сказал там, то есть, ну, по этим, по всем обстоятельствам, что приедешь конкретно, будем разговаривать. И ушел в запой. Сейчас Александр Ильин защищает интересы Романа Шабанова. Все решает Ильин. Шабанов, он не может движение делать. Вот он нападал, нападал. Я уже Ильину позвонил, я говорю, когда это кончится на меня нападение. Я, говорит, ответишу вопрос, Ильин. На тебя больше никто трогать не будет. Вот он руки сейчас на меня на данный момент не распускает, но угрожает. Вот я скажу факт. Буквально вот на днях, в сентябре, разбился начальник горлового розыска, Тайманов, который вел вот это дело со мной. И он обещал довести до конца. Он мне посылал, я так сказал, лжи, очные ставки он организовал, все делал. Он знал, что я правду, бьюсь правду, и вот он у меня все делал. И вот он умер, разбился на машине. Шабанов тут меня увидел в деревне. И сказал так, куда Тайман ушел, и скорым временем ты-то за нем уйдешь вперед ногами. Опять угрожает. Я в полицию этим. Они полиции разводят руки, даже внимания ноль не обращают на мои. Я говорю, что вас с вами сделают, как на вас жаловаться, я не знаю. Отчаявшись найти защиту на родине, Валентин Макозюб снова пишет в Москву генпрокурору. Я вот не знаю, кому же обращаться. В Москву, значит, раз Саратов не оселяет ничего действия, обещает все, лишь бы от меня отмазаться, уехать, а потом и трубки не брать, и на вопросы мои не отвечать. Все. Все. Все.